Крупы, каши, подсолнечное масло, консервы, печенье, конфеты. Одним словом, здесь все самое необходимое и, конечно, любимые детьми сладости. Все эти продукты волонтеры предлагали купить посетителям магазинов и пожертвовать для детей из многодетных семей, для детей-инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждая корзина доброты или так называемый продуктовый набор от 7 до 17 килограммов, в зависимости от количества членов семьи. Все горожане, это население, и мы с низким поклоном благодарим их. Предыдущие две акции были оценены в 70 тысяч рублей. И вы знаете, конечно, семьи очень благодарны и очень довольны. И я как бы всегда стараюсь отметить, что если мы проводим акции, делаем, мы не делаем это ради галочки. Мы делаем, чтобы семья почувствовала, не один-два предмета дать, да, а если это дать, то семья ощущать будет ту оказанную помощь, которую сделал Красный Крест. Эта акция уже третья в этом году. Две предыдущие посвятили ветеранам войны и женщинам, среди которых много опекунов. В честь Дня защиты детей списки нуждающихся в такой поддержке сформировали в школе-интернате номер два. На этот раз корзины доброты собирали для воспитанников этого образовательного учреждения, где, как известно, в основном обучаются дети-инвалиды. Очень приятно, не ожидала. Спасибо за помощь, за поддержку, за ваше внимание. Ой, извините, пожалуйста. Мама расслабится сейчас. Спасибо. Не остались в стороне и сами дети. Для сотрудников Красного Креста они сделали подарок своими руками. А вот эту коляску здесь сегодня приготовили еще одному ребенку. Правда, на свет он должен появиться через неделю. К слову, будущей маме – 16 лет. Помощь в Красном Кресте оказывают всем нуждающимся и, опять же, благодаря неравнодушным горожанам. В рамках же очередной акции благотворители поддержат беженцев из Украины. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.